Все больше людей выбирают двухколесный транспорт. Вместо общественного оно и понятно. С помощью велосипеда брещанам передвигаться до пункта назначения мобильнее, экологичнее, доступнее. А главное, можно это делать быстро. Однако с ростом новоиспеченных водителей экологичного транспорта, к сожалению, возрастает и вероятность дорожно-транспортных происшествий. Проблема существует, и сотрудники госавтоинспекции ее решают. Цель данного мероприятия – это предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, а также лиц, которые передвигаются на средствах персональной мобильности. Ведь именно лето – это тот период, когда люди любят проводить свое свободное время активно. Это кататься на велосипедах, кататься на средствах персональной мобильности. И, конечно, самое главное, чтобы каждая такая поездка была безопасной. С начала текущего года на территории Брестской области зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедистов, в которых 21 человек получили травмы различной степени тяжести. Стоит отметить, что в трех случаях велосипедисты находились в состоянии алкогольного опьянения. 8 дорожно-транспортных происшествий из 21 произошли по вине самих велосипедистов. К слову, перемещаться на двухколесном транспорте удобно. В городе обозначены велодорожки и не надо долго искать место для парковки, что, несомненно, для областного центра является значимым преимуществом. При этом оседлать велосипед или самокат несложно. С такой задачей справляются даже маленькие дети. Но сколько бы колес у транспорта не было, необходимо помнить, что дорога – место повышенной опасности, а значит, без соблюдения правил никуда. Мы проводим профилактическую акцию, направленную на предупреждение ДТП с участием велосипедистов. Скажите, пожалуйста, знаете ли бы правила, где необходимо и как правильно передвигаться на велосипеде? Расскажите нам. На дорогах по специальным зеленым дорожкам, а по тротуарам тоже специальные дорожки для велосипедистов. А как мы правильно пересекаем дорогу на велосипеде? Слезая с велосипедом, пешком. У нас есть изменения в правилах дорожного движения, где уже спешиваться не обязательно. Но когда мы подъезжаем к пешеходному переходу, необходимо убедиться в безопасности и пересекать дорогу, не превышающую скорость идущего шагом пешехода. То есть не пролетать дорогу, а тихонечко переезжать. Когда переходишь дорогу, должен его вести в руках, да? Если только есть дорожки и регулируется как-то светофором, тогда можешь, да. То есть должен смотреть по сторонам всегда. Ну и такие правила движения, как для автомобиля, они тоже действуют там для велосипеда, то есть там помеха справа. Чтобы были аккуратны, смотрели по сторонам, были внимательны, конечно, сложно им это донести, но учим. Это очень радует, что... Как часто вообще вы объясняете детям правила движения? О, не знаю, каждый день и на день по нескольку раз. Это очень радует, да, потому что деткам все-таки надо часто рассказывать, как нужно себя вести. Вот так вот во время проведения акции сотрудники ГАИ, встречая велосипедистов, проводили с ними профилактические беседы и раздавали листовки, в которых подробно описаны необходимые правила безопасного передвижения по дорогам, а также разъяснена ответственность за нарушение этих правил. А водители двухколесного транспорта в беседе с хранителями дорожного правопорядка обещали не нарушать и ездить по правилам.